Депозит или недвижимость? Сегодня мы вместе будем разбираться, дорогие подписчики канала Love Group, с вами Диана. Первое, с чего хотелось бы начать, это плюсы приобретения недвижимости. Начнем с главного. Недвижимость – это физический актив, она обладает ощутимой ценностью, которую нельзя недооценивать. Люди всегда стремятся к чему-то материальному, и недвижимость предлагает множество вариантов использования. Вы можете сдавать ее в аренду, предоставлять родственникам или просто оставить себе без изменений. Это имеющие реальную стоимость товара. В нашей стране наличие собственного жилья всегда считалось серьезным преимуществом. Любой ваш знакомый скажет вам, что владеть недвижимостью – это замечательно. Для большинства людей, не разбирающихся в тонкостях финансового рынка, покупка жилья, последующая его сдача в аренду остаются одним из тех целей, к которым они стремятся. Наверное, каждый хотел бы приобрести дом в теплом уголке нашей страны. Наша команда поможет вам в выборе вашего дома мечты в теплом городе Сочи. Подписывайтесь на наши социальные сети, мы поможем вам с выбором. Следующее преимущество – это надежность. В случаях нынешней экономической и политической нестабильности инвестиции в недвижимость являются более безопасными, чем другие виды вложений. Владение недвижимостью исключает посредничество – структуры, такие как банки, которые могут подвергать вас различным рискам. Также стоит отметить возможность минимализации налогообложения. При владении недвижимостью более пяти лет возможно избежать выплаты налога на доходы физических лиц при ее продаже. Если недвижимость является единственным вашим жильем, этот срок сокращается до трех лет. Резюмируя, можно сказать, что цены на недвижимость могут колебаться в зависимости от различных факторов. Однако в долгосрочной перспективе при грамотном выборе стоимости жилья обычно увеличивается. Давайте перейдем к минусам приобретения недвижимости. Одним из отпугивающих факторов сегодня потенциального покупателя недвижимости – это высокая цена. Даже если учесть арендный доход по текущим ценам, он составит всего лишь 5-7%. К тому же стоимость однокомнатной квартиры часто превышает 13-14 миллионов рублей, тогда как доход от их аренды будет составлять 80-85 тысяч рублей. Положив эти деньги на депозит, под текущие ставки можно получить доход до 216 тысяч рублей. Таким образом, разница в доходности очевидна. Это лишь часть аргументов, которые мы сегодня обсудим. Оставайтесь с нами, чтобы узнать больше. Текущее состояние рынка недвижимости требует от застройщиков предоставления скидок, рассрочек, субсидированной ипотеки, что свидетельствует о сниженном спросе. Количество покупателей, использующих семейную ипотеку, невелик, и спрос продолжает падать. Следовательно, цены на недвижимость должны постепенно снижаться. Хотя резкого падения не ожидается, вероятнее всего произойдет стагнация. Основные риски, связанные с недвижимостью, включают возможность покупки объекта по цене выше рыночной, чем некоторое время. Эти риски заставляют у многих задуматься о целесообразности приобретения недвижимости. Помимо этого, ликвидность недвижимости значительно ниже, чем у депозитов. Вывод средств депозитов возможен практически мгновенно через мобильное приложение банка, тогда как для продажи недвижимости необходимо время, возможные трудности. Управление недвижимостью требует также внимательности и усилий, особенно если речь идет об аренде. Необходимо налаживать отношения с арендатором, избегать конфликтов и поддерживая имущество в хорошем состоянии. Это подразумевает работу с управляющими компаниями, коммунальными службами, проведение ремонтных работ и страхование имущества. Что касается рисков затопления, то стоит рассмотреть возможность страхования недвижимости. Это защитит ваши инвестиции в случае непредвиденных обстоятельств. Хотя страхование требует дополнительных расходов, оно может стать важным инструментом для защиты вашего имущества. Также стоит учитывать затраты времени и возможные взаимодействия с людьми при управлении недвижимостью, что может быть дополнительным. Минус по сравнению с инвестициями в депозиты. Сейчас с вами перейдем к плюсам и минусам депозитов. Начнем с плюсов. Одно из ключевых преимуществ банковских вкладов – это высокая доходность, которая может достигать 20% годовых. Возможность зафиксировать такую высокую ставку на длительный срок, например, на 2 года, делает депозит весьма привлекательным. Однако стоит учитывать, что исторически высокие процентные ставки Центрального банка депозитов в нашей стране держались непродолжительное время. Поэтому сложно прогнозировать, насколько долго продлится текущий период высоких ставок. Простота открытия депозита – еще один важный плюс. Любой человек, независимо от возраста и профессии, может легко открыть банковский вклад. Достаточно посетить отделение банка или воспользоваться онлайн-сервисом. Никаких сложных процедур и дополнительных затрат не требуется. Еще одно важное преимущество депозитов является их ликвидность. Открытие и закрытие депозитов происходит быстро и просто, в отличие от недвижимости, где процесс продажи может занимать значительное время. Срез депозита можно вывести буквально за несколько минут. Это основные достоинства депозитов в сравнении с недвижимостью. Теперь рассмотрим недостатки банковских вкладов. Первыми из них являются риски. Мы живем в определенной стране и, к сожалению, склонны забывать о негативных моментах. Но давайте вспомним 1998 год – девальвация рубля. 2008 год – банковский кризис, начиная с ипотечного кризиса в США. В 2014 году рубль снова потерял стоимости. В 2022 году мы вновь столкнулись с аналогичными проблемами. В нашей стране с определенной цикличностью происходят серьезные потрясения, связанные с девальвацией и курсом доллара. Существует поговорка «С вероятностью свыше 50% можно предсказать погоду на завтра». Так вот, также можно ожидать, что риски, связанные с вкладами, не исчезнут. Ограничения на снятие средств, инфляция и кризис – все это неконтролируемые факторы. Если бы у вас была сумма в 20 млн. рублей, где бы вы предпочли хранить деньги? В недвижимость или в банковских депозитах? Пишите в комментариях для меня ответ. Очевиден. Спокойнее держать средства в недвижимости. Налог. Следующий минус. С процентов по депозиту придется заплатить налог, в то время как недвижимость позволяет избежать налогообложения доходов от аренды. Ставки по депозитам фиксируются на короткий срок, обычно на год или два, в то время как арендная доходность от недвижимости может быть рассчитана на более долгие горизонты. Следует учитывать, риск инфляции никто не может предсказать, что произойдет с ценами на товары, продукты или же ее через год или два, когда большинство людей закроют свои депозиты. За 2023 год стоимость недвижимости значительно выросла и нет никакой гарантии, что это не повторится. Инфляция может подорвать ваши сбережения в то время, как качественная недвижимость в растущей локации может опережать депозитные ставки. Краткосрочные депозиты выглядят сейчас более выгодными. Долгосрочные – рискованные, особенно если средства потребуются в неподходящий момент. Кроме того, налог на доходы от вкладов неизбежен, что является еще одним серьезным недостатком. Таким образом, риски инфляции и жесткие условия депозитов делают выбор в пользу недвижимости более привлекательным. Как вы, вероятно, уже поняли, я однозначно выступаю за недвижимость. В нынешних условиях риски, связанные с депозитом, гораздо более ощутимы. Существует поговорка «бесплатный сыр только в мышеловке». Там, где толпа стремится следовать за общей волной заработок, зачастую отсутствует. Принимайте во внимание текущие реалии, фактически относятся к недвижимости, предпочитая скромные вложения в депозиты. Имея значительный капитал, правила игры меняются. Грамотно выбранная недвижимость даже при прочих равных обеспечивает стабильный доход и минимализирует риски. Арендная доходность и рост цен в удачно выбранных локациях подтверждают мою позицию. Поэтому я за недвижимость. Спасибо, что смотрели и вместе со мной разбирались в выборе депозита или недвижимости. С вами была Диана, жду ваших комментариев о вашем выборе. Если у вас, как и у большинства, YouTube работает медленно, вы можете найти нас в Дзен или ВКонтакте. Ссылки на социальные сети под этим видео.